Очень много среди пропавших молодых людей, это люди, приехавшие из регионов, из сельской местности, которые приехали в городскую местность. Как часто мы слышим объявления «пропал человек, кто-нибудь видел парня, девушку на этом фото». Все, что мы делаем, это репостим записи в соцсетях и настороженно вглядываемся в лица людей в автобусах и на улицах. Но можно сделать намного больше. В Шумкенте прошел семинар-тренинг по подготовке волонтерских поисковых групп. В течение двух дней будущие волонтеры изучали методы организации информационной поддержки, необходимые навыки ориентирования на местности и все то, что поможет волонтерам отыскать пропавшего человека. Будут психологи, будут тренинг мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, будут мастер-классы по темам, как же сообщить все это в СМИ, в социальных сетях. Нургисайер Галиулов пришел на семинар, чтобы узнать, какую пользу может принести волонтер. Парень решительно настроен не оставаться в стороне и хочет принимать в поисках людей активное участие. «Я часто вижу объявления о том, что пропадают люди. В последнее время такие случаи участились в Шумкенте. Я просто не могу находиться в стороне от этой проблемы. Я хочу научиться находить людей в случае, если это нужно, оказать посильную помощь». Выделить часть своего времени для помощи в поисках пропавших решила и Камила. Девушка уверена, что каждый может быть полезен в этом нелегком деле. «Зачастились случаи, такие именно пропажи людей. То есть, очень часто слышим в интернете и через телевидение, что пропадают люди. Не все время, конечно, но какую-то часть времени получится выделить. То есть, когда, допустим, у тебя есть время, то вечером. То есть, даже вечером это будет даже очень хорошо, когда ты сможешь выйти и также с кем-то идти искать этого человека». Неутяжительные данные назвал на семинаре сотрудник Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области. С начала года в Шумкенте пропали 506 человек. Из них нашли 462. Больше 40 человек по сей день числятся без вести пропавшими. С начала 2016 года по факту без вести пропавших лиц было зарегистрировано 506 факторов. Из них по настоящее время найдены 462 лица. 43 лица остаются и найдены. Внутри которого в отношении несовершеннолетних было обращение 212, 208 найдено и 4 в остатке. Искать людей работа не из легких, но она очень важна. Национальная волонтерская сеть совместно с Конгрессом молодежи Казахстана По итогам семинара планирует сформировать группу людей, которые в любой момент готовы помочь в поисках пропавших без вести.